Девайс Всем привет! Рынок бытовой техники прогрессирует с каждым днем. Чем отличается умный вентилятор от обычного и стоит ли переплачивать за его дополнительные функции? Моделей умных вентиляторов достаточно много. За счет этого у потребителей есть большой выбор между напольным, настенным или потолочным. Режим энергосбережения, который часто присутствует в умных вентиляторах, поможет оптимизировать расход электроэнергии. Умное устройство способно автоматически регулировать скорость и направление воздушного потока. А специальные датчики качества воздуха настраивают работу вентилятора так, чтобы он обеспечивал максимально комфортный уровень микроклимата в помещении. Эти вентиляторы называются умными потому, что они могут подключаться к умному дому, управляться смартфоном и голосовыми ассистентами. Подключаются к интернету через Wi-Fi, Bluetooth или другие протоколы. Вы можете управлять вентилятором даже с другой стороны земного шара. У каждого умного вентилятора есть свои режимы работы. Ночной режим, когда уровень шума становится минимальным или режим максимального обдува. Умный вентилятор позволяет выставлять свою работу по таймеру и полностью автоматизировать работу устройства в зависимости от вашего образа жизни. Разбираться функциональности умных вентиляторов будем на следующих примерах. Первый вариант умный девайс от компании Xiaomi приобрели почти за 8300 рублей. Прибор от производителя Senkor стоимостью 10700 рублей. И вентилятор Hyper чуть дороже обошелся почти в 12300. Вместе с техноблогером Павлом Трухачевым разберемся, из чего должны быть сделаны качественные и долговечные электроприборы. Как правило, производители уделяют отдельное внимание качеству материала или фурнитуры, из которого изготовлены умные девайсы. Давай оценим эти модели. Первый вариант Xiaomi. Управляется через приложение. Он матовый, софт-тач пластик, кнопки обычные, не сенсорные. Расхождения пластика и люфта нет нигде, то есть никаких скрипов, лопасти, в принципе, тоже довольно-таки хорошо сделаны. Качество провода здесь хорошее. Производитель предусмотрел возможность замены кабеля, то есть из вентилятора можно вынуть кабель и подключить новый. Посмотрим вентилятор Hyper, как качественно он сделан. Здесь пластик уже глянцевый. Другой тип вентилятора в закрытом корпусе. Следовательно, будет безопасно для домашних животных. Можно управлять не только через приложение, но еще с помощью пульта. Пульт, в принципе, сделан в хорошем качестве. Пластик хорошо запаян. Также есть дисплей информационный и можно посмотреть, на каком режиме данный вентилятор работает. Рассмотрим следующий тип вентилятора. Это колонный вентилятор фирмы Syncore. Здесь есть управление с пульта, но и также по протоколу Wi-Fi. Пластик здесь немного хлипковат. Сама ячейка, откуда выдувает воздух, довольно-таки хорошо создана. Я чувствую, что армированный пластик. Скрытый дисплей, пластик глянцевый. Кнопки здесь сенсорные. За сенсорными кнопками все-таки лучше и быстрее можно ухаживать. Они не засоряются посторонним мусором и пылью. Пульт, в принципе, здесь самый примитивный. Качество пластика здесь такое же, как у самой подставки. Чаще всего корпус умного вентилятора собран из пластика. Обращайте внимание на его качество. В идеале плотный армированный материал, то есть противоударный. Это поможет избежать царапин и повреждений. Девайс не должен скрипеть при нажатии. Лучше, если кнопки будут сенсорные. В них не забивается лишняя пыль. Давайте протестируем умные девайсы в действии. Оценим количество режимов, скоростей, плотность подачи воздуха и, конечно же, удобство использования. Вентилятор небольшой. Сейчас он в настольном режиме, но его можно удлинить, и он станет напольным. Всего четыре кнопки, пульта нет. Кнопкой можно включить и выключить. Можно выбрать одну из четырех скоростей, и можно включить поворот, чтобы он сам крутился туда-обратно. А четвертая кнопка – это таймер. Дует он не очень сильно, зато очень тихо. А что скажете про вентилятор Senkor? Эта модель именно напольная. Вентилятор ощущается довольно мощным, даже на минимальном режиме скорости. Есть три режима, соответственно, управления. Можно управлять им с вот такого вот пульта с помощью сенсорных кнопок, которые расположены на верхней панели. Тут три скоростных режима. Можно включить или остановить вращение, выключить сенсорный дисплей, включить таймер. Есть эко-режим, режим вентиляции, самый минимальный ночной режим, когда снижается уровень громкости общий, и он работает очень тихо, но при этом ощущается обдув. А какие режимы есть у девайса Hyper? Этот вентилятор безлопастной. Пропеллер у него находится внутри корпуса. У него есть пульт. У него есть 10 режимов обдува и режим автоматического поворота, при котором он крутится туда-обратно и направляет воздушный поток в разные стороны. Отдельная кнопка для включения максимальной 10 скорости и есть таймер. Воздух у него выходит из вот этих щелей вокруг корпуса. Ну так, конечно, не совсем понятно. Максимальная скорость воздуха. Я предлагаю провести эксперимент, какой шарик быстрее улетит. Слушай, ну, по-моему, они дуют примерно одинаково, как тебе кажется? Мне тоже так кажется. Вот здесь струя воздуха чуть плотнее. Потому что просто ты близко подносишь руку, отнеси ее на небольшое расстояние, и уже разница будет очень большая. Проверю вентилятор SenCore. Приблизительно так же, как у тех двух вентиляторов, мне кажется. Такое же расстояние. Вентилятор Xiaomi имеет 4 скорости. Управляется с кнопок на устройстве или через приложение. Имеет функцию поворота и встроенный таймер. У девайса от производителя SenCore три скоростных режима. Можно включить или остановить вращение. Имеются режимы эко и вентиляции, а также ночной. То есть тихий для засыпания. Устройство Hyper самое безопасное, безлопастное. Пропеллер располагается внутри корпуса. Имеет 10 режимов обдува и опцию автоматического поворота. Слышала, что обычные вентиляторы могут сильно гудеть на высоких скоростях. А в умных девайсах такой же уровень шума? Уровень шума в вентиляторах может варьироваться в зависимости от их типа, от типа мотора и, конечно же, от производителя. Нормальным считается уровень шума от 30 до 60 дБ. Для сравнения, 30 дБ – это уровень шепота, 60 дБ – это уровень работающего кондиционера. Производители наиболее бюджетных моделей, как правило, не задумываются об уровне шума своих девайсов. Но современные смарт-вентиляторы, как правило, работают довольно тихо. От чего питаются умные вентиляторы? Большинство умных вентиляторов работают от электрической сети, подключаются к ней с помощью розетки. Существуют индивидуальные модели, которые работают от встроенного аккумулятора. После разрядки аккумулятора их можно зарядить повторно и использовать дальше. Как правило, время работы таких аккумуляторов – несколько часов, и их можно использовать повторно после зарядки. При выборе вентилятора безопасность тоже имеет значение. Открытые лопасти могут быть ограничены железной решеткой. К вентиляторам закрытого типа относятся колонные вентиляторы. В них вентилятор колонного типа, он находится полностью внутри, спереди только ламели. Такой тип вентилятора считается наиболее безопасным. Существуют вентиляторы напольные, настольные и персональные. У напольных, как правило, регулируется высота, а те, которые настольные, у них высота всегда одинаковая. Уровень шума, конечно, зависит и от размера вентилятора, и от его мощности. Имеет смысл выбирать такой вентилятор, чтобы он не только хорошо дул, но и дул тихо. Предлагаю провести еще один эксперимент и с помощью анимометра и шумомера специальных приборов выяснить точные характеристики. Начнем тест-драйв с модели Xiaomi. На минимальной скорости 38,7 дБ, а на максимальной всего 39,1. Это очень тихо. На минимальной скорости вентилятора почти не слышно. На максимальной, конечно, его слышно, но он достаточно тихий. Теперь измеряем скорость воздушного потока. Минимальная скорость 1,1 метра в секунду, максимальная 2,3 метра в секунду. У Сенкора на минимальном режиме работы 46 дБ, а на максимальном 49,3. По цифрам кажется, что разница не такая значительная, но она ощущается. 60 дБ – это уровень работающего внешнего блока у кондиционера. Здесь 49 дБ. Уровень в 49 дБ может мешать при засыпании, особенно если у вас чуткий сон. Но во многих моделях умных вентиляторов есть ночной режим. Включили его, и шум снижается до минимально возможных значений. Теперь замеряем мощь воздушного потока с помощью анимометра на минимальном режиме 2,9 метра в секунду. Если повысить его до максимального – 3,5. Мощь воздушного потока тут точно выше, чем у вентилятора Xiaomi, но сам вентилятор куда крупнее. Кроме того, он громче, но опять-таки он ощутимо мощнее. Теперь измеряем уровень шума вентилятора Hyper. На максимальном режиме 53,7 дБ – это громко. На минимальном режиме 43,3 дБ, и это тоже не очень тихо. А теперь измеряем скорость воздушного потока. Всего 0,6 метра в секунду на минимуме и 1,6 на максимуме. Вентилятор Xiaomi работает очень тихо. Максимальный уровень шума 39 дБ, а скорость воздушного потока почти 2,5 метра в секунду. На минимальной скорости девайс почти не слышно. У прибора Syncore уровень шума при высокой скорости в 3,5 метра достигает 49 дБ, что тоже является нормой. Вентилятор Hyper имеет показатели 53 дБ в максимальном режиме. Скорость потока ветра 1,6 метра в секунду. Наверняка у этих вентиляторов много дополнительных опций, на то они умные. Давай посмотрим, какие есть функции у модели Xiaomi. У этого вентилятора есть режим Брист, это легкий прохладный ветер, чтобы, например, не вызвать каких-то сквозняков, если есть маленькие дети или домашние животные. Также поворотный корпус. Можно изменить конфигурацию самой поверхности, то есть в вертикальном расположении. Также здесь можно менять конфигурацию вентилятора от настольного к напольному, дополнительно установив еще один модуль. И будет составлять высота данного вентилятора метр двадцать. Посмотрим, на что способен умный вентилятор Hyper. Здесь внутри корпуса располагается фильтр, который со временем, конечно, придется менять. Это HEPA-фильтр, который сделан из рисовой бумаги. Если будет использоваться данный вентилятор в напольном варианте, то тогда пыль просто не попадет в сами лопасти. В комплектации, к сожалению, только идет один фильтр, состоящий из двух половин. Докупить можно будет отдельно, либо на сайте производителя, либо на других платформах. Перейдем к обзору следующего девайса от производителя Syncore. Здесь имеется дисплей. Дисплей анимированный, показывает также температуру воздуха в самом помещении. На пульте можно с помощью кнопки Mode выбрать нужный режим и, например, функцию ионизации с функцией бриза совместить. То есть он поворачивается по горизонтали. Производитель предусмотрел возможность вертикального поворота. Если вентилятор находится на полу, человек сидит на высоком кресле или стуле, чтобы воздушный поток направлялся напрямую на самого человека. У вентилятора Xiaomi есть функция бриза и поворотный корпус. А также дополнительная конструкция, чтобы настольный вентилятор превратился в напольный высотой почти полтора метра. У девайса от Hyper встроенный фильтр, который собирает лишнюю пыль. При желании фильтры можно докупить на сайте производителя. Вентилятор Syncore обладает функциями бриз и ионизация воздуха. А также есть возможность вертикального поворота. Приборы управляются не только кнопками или сенсором на панели, но и приложением на телефоне и даже голосом. Проверим, насколько удобно запускать девайсы дистанционно. Давайте протестируем модель Xiaomi. Как она управляется с приложением? Открываем приложение. Приложение очень простое, интуитивное, все информативное. Скорость отклика великолепная. Только нажал на кнопочку, вентилятор заработал. Можно менять скорость вентилятора. Она плавно меняется ползунком. Вправо больше, влево меньше. Также есть режим поворота. Нажимаем на кнопку и вентилятор сразу начинает вращение. Интерфейс очень простой. Все понятно. На русском языке разберется даже ребенок. Давайте проверим, как через приложение подключается вентилятор Syncore. Подключение осуществляется в течение пары секунд. Вентилятор выходит на первую рабочую скорость. И затем мы регулируем скорость потока. Есть дополнительный угол разворота. Тоже включается одной кнопкой. Интуитивно понятно. Приложение имеет очень хороший отклик. Можете установить также таймер на 2-3 часа. И затем вентилятор сам выключится. Попробуем запустить приложение вентилятор Hyper. Моментально отработал. Скорость регулируется. Поток увеличивается. Попробуем запустить вращение вентилятора. Все работает замечательно. Также меню очень удобное, доступное на русском языке. Переключаются все режимы. Режим скорости, режим поворота. Таймер есть. Можно спокойно его включить. А я слышала, что умные вентиляторы еще можно запустить с помощью голоса. Конечно. Для этого понадобится голосовой помощник или умная колонка. Либо это можно сделать через смартфон. Да, я как раз установила приложение. Давай пробовать. Включи вентилятор. Неужели это настолько быстро откликается? Все это работает благодаря системе умного дома. Также вы с телефона можете управлять всеми девайсами, которые подключены к этой системе. Все девайсы порадовали скоростью отклика через приложение. Вентиляторы получают команду и моментально начинают работу. В приложении Xiaomi скорость потока воздуха регулируется ползунком. Это удобно. Девайс Syncore имеет дополнительный угол разворота. Все функции активируются нажатием одной кнопки. Приложение Hyper имеет понятный удобный интерфейс на русском языке. Покупая дорогостоящую технику, хочется максимально продлить ее срок службы. Об особенностях ухода за умным вентилятором расскажет технический эксперт Владимир Бочаров. Как следует хранить умный вентилятор, чтобы защитить его от внешних воздействий? По возможности сохраняйте вентилятор в оригинальной упаковке или используйте специальные чехлы. Также подойдут коробки для хранения. Это поможет защитить его от царапин и ударов. Главное – хранить вентилятор в сухом месте, чтобы избежать повреждений электроники. Как почистить лопасти и корпус вентилятора от накопившейся пыли? Не рекомендую притерять части вентилятора водой или тряпочкой. Это может привести к поломке устройства. Лучше всего воспользоваться специальными средствами для очистки. Например, мягкой щеткой или салфетками с небольшой количеством пропитки. Мы как раз приобрели и несколько таких вариантов. Давайте оценим их и попробуем в деле. Пипи Дастер из микрофибры Доляна стоимостью 200 рублей. Салфетки для пластиковых поверхностей от бренда Defender за 216 рублей. И щетки для труднодоступных мест от компании Simple стоимостью 212 рублей. Пипи Дастер от компании Доляна. Так как щетка сделана из довольно-таки крупной микрофибы, она не особо подходит для чистки вентилятора. В труднодоступных местах пыль собирать будет плохо. На мой взгляд, щеточка выглядит не особо презентабельно. Многим она может не подойти даже декору для дома. Я бы себе такую не приобрел. Давайте рассмотрим чистящие салфетки для пластиковых поверхностей марки Defender. Они довольно-таки находятся в приятной упаковке. Также долгий срок хранения. Салфетки химически безопасные. Очень мало концентрации химии, а также их рекомендуют дерматологи. Большое количество салфеток, 110 штук, этого хватит нам на долгое применение. Среднее количество пропитки поэтому не потекут и не оставят разводы на вентиляторе, а также не испортят его. В целях безопасности эти салфетки используются только при выключенном приборе. Купить товары и при этом сэкономить можно с приложением Москвы24. Там вы найдете скидки на продукты и услуги. Данные щёточки компании Simple больше подойдут вентилятору с вертикальными рейками, безлопастному. Они довольно-таки качественно сделаны. Благодаря мелкому ворсу легко попасть в труднодоступные места. Сам ворс хорошего качества. При этом его можно мыть, что вам продлится срок эксплуатации. В комплекте идёт две штуки. Если вдруг одна щётка испортилась или потерялась. Проверим, как справляются эти средства в деле. Щёточка Доляна справляется неплохо. Она идеально подойдёт для повседневной уборки пыли с вентилятора. С жёсткими щёточками Simple всё-таки пользоваться нужно аккуратнее. Если давить слишком сильно, оно может поцарапать устройство. Салфетки Defender всё-таки самое универсальное средство. У них, как мы и предполагали, среднее количество пропитки. Оно не потечёт и не оставит никаких пятен. Чистит вентилятор как снаружи, так и внутри. Прежде чем чистить электроприбор, выключите его из розетки. Жёсткие и агрессивные щётки могут повредить поверхность устройства. Для ухода за вентилятором лучше выбирать щадящие средства и мягкие салфетки с небольшим количеством пропитки. От чего зависит ценообразование девайсов? На какие параметры ориентироваться, чтобы выбрать вентилятор по оптимальной стоимости? Большинство моделей можно найти по цене от 5 до 20 тысяч рублей. Средняя цена вентиляторов в районе 10 тысяч рублей. Чем больше функций имеет вентилятор, тем больше его цена. К управлению заголосового помощника, управлению через приложение, отслеживанию параметров частоты воздуха и создания максимального уровня комфорта. Всё это влияет на общую стоимость вентилятора. Большие напольные вентиляторы будут дороже, чем их маленькие собратья, так как многие производители используют более дорогую фурнитуру, более качественный пластик. И также вентиляторы сами по себе мощнее. За счёт этого идёт их удорожение. Конечно, на цену вентилятора влияет бренд. Вентиляторы известных брендов стоят дороже, неизвестных – дешевле. Всегда имеет смысл посмотреть разные модели, сравнить и выбрать оптимальный вариант для себя. Я бы рекомендовал всё-таки выбирать модели от крупных и известных брендов, ведь в данном случае вы покупаете не только сам девайс, но и расширенную гарантию, качественную сервисную поддержку. Большой бренд, как правило, поддерживает свою продукцию и оперативно помогает устранять любые поломки. Запомните эти советы, чтобы выбрать в магазине действительно качественный и функциональный девайс. Цена умного вентилятора начинается от 8000 рублей и растёт в зависимости от количества встроенных режимов и функций. Обращайте внимание на уровень шума, заявленный производителем. Норма считается от 30 до 60 дБ. Лучше выбирать девайсы из армированного, то есть ударопрочного пластика. Такой электроприбор будет устойчив ко внешним воздействиям и царапинам. А на что ещё обратить внимание? Количество скоростей, таймер, режим ночной работы и подключение к умному дому. Не всегда все функции, которые существуют в мире умных вентиляторов, вам необходимы. Если вам нужно минимизировать шум вентилятора, обратите внимание на более тихие модели. Данные модели будут помечены как тихие или для ночного использования. Не забывайте читать инструкцию, производитель там указывает очень много полезного. Почитайте и посмотрите обзоры, изучите отзывы, сравните цены и выберите идеальный вентилятор для себя. Большие напольные вентиляторы, как правило, стоят дороже, чем их настольные собратья. Чтобы не ошибиться с выбором, прежде всего оцените размер помещения, который вы планируете охлаждать, сколько квадратных метров в нём и сравните это с рекомендацией производителя конкретной модели. Сегодня умные девайсы нас приятно удивили. Мы разобрались во всех тонкостях использования. Запоминайте советы экспертов, чтобы подобрать для себя вентилятор, который отвечает вашему бюджету и требованиям. Это было шоу «Время новых». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok